Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Первом Соборном Послании Святого Апостола Иоанна Богослова. И сегодня мы говорим о третьей главе. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Здесь апостол обращает наше внимание еще раз на то, кто мы такие. Он говорит, возлюбленные мы теперь дети Божьи. Мы, дети Божьи, по дару крещения, всего принадлежности к церкви, мы являемся Божьими детьми. Мы пребываем с Богом в отношениях усыновления. И это то, что вот в наши дни мы называем идентичностью. Человеку очень важно знать, кто он такой, какое его место в мироздании, кому он принадлежит. И люди часто готовы умирать и убивать за свою принадлежность к партии, или к нации, или к государству. Потому что в человеческом сердце вот есть вот эта потребность в идентичности. Вот эта потребность знать, кто я такой. Это потребность знать, каковы мы отношения с ближними. И апостол говорит, мы теперь дети Божьи. Вот эта потребность нашего сердца в принадлежности, она удовлетворяется в церкви, когда мы становимся детьми Божьими. У нас есть ответ на вопрос, кто мы такие. Мы дети Божьи. Мы принадлежим Богу. Но еще не открылось, что будем. То есть мы уже дети Божьи по факту нашего крещения и веры. Но нам предстоит нечто великое. Когда откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Мы войдем в непосредственное присутствие Христа. И в этом присутствии мы преобразимся. Это великое и таинственное событие, о котором говорит, например, апостол Павел, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это не сравненно лучше. Наступит момент, когда мы окажемся в непосредственном присутствии Христа, и мы будем подобны Его, мы увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Здесь апостол говорит о мотивации, о том, почему мы, христиане, должны вести себя определенным образом. Исходя из чего. Неверующие люди часто говорят, что вот христиане соблюдают заповеди из страха. Им внушили, что есть такой небесный полицейский, который их привлечет к ответственности, скажет, нарушайте гражданин и заарестуют. Если они будут вести себя неправильно, и поэтому они ходят такие, значит, пришибленные и боятся согрешить. На самом деле мотивация для христиан это надежда. Мы знаем, что мы теперь дети Божии, и мы знаем, что когда откроется, мы будем подобны Ему. Это великая надежда, которая побуждает нас вести себя, исходя из этого. Мы знаем, что мы окажемся в присутствии Христа, и мы поэтому очищаем себя, так как Он чист. И далее апостол говорит, всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий, согрешающий его, не видел его и не познал его. Как мы определяем, что такое грех? Это беззаконие. Мы узнаем из закона Божия, что есть грех. Потому что человек, падший грешный человек, он бесконечно склонен к самообману. Человек может сам себе выстраивать мощные системы самооправданий. Но для того, чтобы понять, что такое грех, мы должны обращаться к Божьим заповедям, к Божьему закону. Нарушение заповедей – это однозначно грех. Этого нельзя делать. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и в нем нет греха. Еще раз апостол обращает внимание на один из очень важных догматов нашей веры. Мы верим, что Господь Иисус безгрешен. Это важно помнить. Да, вот мы все грешны, мы все спотыкаемся, мы все согрешили. Но Господь Иисус, Он подобный нам человек, Он во всем подобен нам, кроме греха. Он безгрешен. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Еще раз апостол обращает наше внимание на то, что вера проявляется в определенном поведении. Когда мы осознаем величие Божьей любви, когда мы осознаем величие нашего нового положения в Церкви, во Христе, это должно, это неизбежно отражается на нашем поведении. Когда человек верит в то, что он чадо Божие, он ведет себя, исходя из этого, как чадо Божие. Если поведение человека совершенно другое, то, увы, он еще не уверовал. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно тому, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. Он не может грешить, потому что рожден от Бога. Апостол сталкивается уже в то время с еретиками, которые назывались гностиками, от греческого слова гнозис. И название такое, потому что им претендовали на какие-то особые знания. Я как-то, помню, беседовал с одной женщиной, она сказала, что она увлекается эзотерическим христианством. Вот в наше время это то, что как раз называется словом эзотерика. И первоначально это слово, оно означает нечто сокрытое, тайное, нечто такое элитарное. То есть вот то, что обычной массе рядовых верующих, да что они понимают, там еще не знают, они не знают самых главных тайн, а вот мы знаем, мы обладаем какими-то дополнительными знаниями, которые нас возвышают над общей массой. И вот в гностицизме присутствовала вот эта претензия на какие-то знания. А так как человек слаб, и человек, потому что он слаб, он горд, ему хочется найти какой-то повод к тому, чтобы превознестись над другими, какие-то люди на это ловились, но ловятся до сих пор, когда человек думает, что у него есть какие-то дополнительные такие секретные знания, он, значит, такой секретный физик, который посвящен в какие-то дополнительные тайны, и он может смотреть на остальных христиан свысока. И следствием гностицизма часто бывала моральная распущенность. Собственно, там было две крайности. Гностики полагали, что материальное тело и материальность вообще – это что-то неправильное и плохое. Освобождение, спасение должно носить чистый духовный характер. И это приводило их к двум крайностям. С одной стороны, к крайнему аскетизму. И апостол Павел в послании к Тимофею пишет о таких людях, что они запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог заплатил. А с другой стороны, это приводило к распущенности, потому что гностики себе говорили, а не важно, что происходит с этим телом, это вообще не касается моей бессмертной души. Со своим этим телом я могу делать все, что угодно, это вообще не важно. А зато я вот духовный, я свободный, я могу все, что хочу творить. И апостол говорит, что это обман. Да не обольщает вас никто. Это обман. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Что подлинная духовность, она неотделима от нравственного поведения. Невозможно быть верующим христианином и упорно пребывать во грехе. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. Он не может грешить, потому что рожден от Бога. В каком смысле не может? Вот представьте себе мертвое тело. Мертвому телу можно наносить разнообразные повреждения и ожоги. Оно не пошевелится и никаких мер, чтобы уклониться от вреда, принимать не будет. Живой человек, получив рану, немедленно отреагирует, отдернет руку или там обжегшись, отдернет руку, ему будет больно и он будет этого тщательно избегать. Это не значит, что живой человек никогда не обрежется. Все мы, если мы работаем с чем-то острым, мы периодически обрезаемся или мы можем обжечься, но мы всегда отдергиваем руку, нам всегда больно. Мы не можем держать руку над огнем, например. Нам очень больно от этого. И подобно этому человек духовно живой, он испытывает боль и страдание от греха. Не значит, что он вообще не может согрешить. Да, бывают грехи немощи, бывают грехи неведения. Но человек испытывает боль и страдание от греха, о котором говорит, например, псалмопевец, «Когда я молчал, обветшали все кости мои, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху». То есть, скажем так, христианин не может комфортно грешить. Если он действительно христианин, он не может комфортно грешить. Он не может грешить и чувствовать себя при этом в порядке. Он испытывает боль и страдание от греха. Это не значит, что он не согрешит, но это значит, что он будет всячески уклоняться от греха. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. «Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равные и не любящие брата своего». Ибо таково богоистование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающий. Признак того, что человек является вечером Божиим, то, что он любит братьев. Апостол на этом постоянно настаивает. И братья – это церковь. То есть, конечно, рожденный от Бога любит все Божие творения и всех людей. Конечно, его любовь не ограничена именно христианами. Но прежде всего он любит церковь, прежде всего он любит единоверцев. Здесь апостол еще раз обличает еретиков, гностиков, которые превозносились, гордились и относились к христианам с большим пренебрежением. И он упоминает Каина, что такие люди уподобляются Каину. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. И вот тут очень важно, что мы тут видим контраст с этикой, принятой в миру. В миру принято ненавидеть. В миру считается нормальным ненавидеть и ненавидеть каких-то плохих людей. Понятно, что... Но в чем тут ловушка? Ни один ненавистик не говорит, что я ненавижу там, потому что у меня злое сердце. Нет, он говорит, я ненавижу каких-то ужасных, плохих людей, которые абсолютно заслуживают ненависти. И снаружи видно, что это ненависть. А изнутри он может считать это чем-то даже другим, там, богородным негодованием, например. Справедливым возмущением. Но со стороны это всегда ненависть. И апостол говорит, что ненависть несовместима со спасительной верой. Да, мы живем в мире, где ненависть считается оправданной. Апостол не считает ненависть оправданной. Всякий ненавидящий брата своего есть, человекоубийца. А никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Если мы ненавидим других людей, мы не имеем себе жизни. Это трудная заповедь, потому что на нас, конечно же, давит мир, в котором очень много ненависти. Ненависти по самым разнообразным поводам. Бывает, что люди ненавидят друг друга из-за политических позиций, из-за классовой принадлежности, из-за национальности. По всякому поводу. Из-за того, что они живут в соседнем дворе. И там люди всегда найдут повод для ненависти. Была такая даже грустная шутка про то, как где-то проводили месячник борьбы с ненавистью под лозунгом «Смерть ненавистникам». Так уж устроено лукавое сердце человеческое, что человек всегда найдет себе повод и оправдание для ненависти. Люди, которые борются за всеобщую терпимость и благоволение, они тоже очень легко впадают в ненависть. Это легко наблюдать. И апостол говорит, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Ненависть – это то, от чего мы должны отказаться, отречься. «Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу своей за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия». Любовь – это не просто провозглашение, оно проявляется в частности в материальной помощи. Конечно, тут нужна рассудительность, потому что иногда бывает так, что человек, страдающий алкоголизмом, просит помощи, и понятно, что он ее тут же пропьет. И что это послужит ему к дальнейшему его саморазрушению, и мы не по любви поступим, если мы эти деньги дадим. Бывает, что какие-то преступники высылают инвалидов, чтобы они собирали деньги для них. И, конечно, мы тоже ничего хорошего не сделаем, если мы им будем давать деньги. Но есть надежные, какие-то проверенные способы послужить ближним. Вы, может, знаете нуждающуюся семью, или вы знаете конкретного нуждающегося человека. Или, это бывает при многих приходах, ведется какая-то социальная работа, там помогают нуждающимся и специально под это собирают средства. И нужно, конечно, эти средства выделять. Не просто под каким-то влиянием момента, а вот, допустим, я могу давать там какую-то сумму. Пускай это будет небольшая сумма. Допустим, 100 или 500 рублей в месяц. Но делать это регулярно. И вот я эти деньги выделяю на помощь нуждающимся. Апостол говорит. Мы узнаем заповеди его и делаем богоугодные пред ним. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. Вот почему узнаем, что мы от истины успокаиваем пред ним сердца наши, если сердце не осуждает нас. То есть, если наша совесть чиста, если сердце не обречает нас в грехе. Тут надо отметить, что когда Святой Дух нас обличает в грехе, он нас всегда обличает в конкретном грехе, в котором мы должны покаяться, в котором мы должны исторгнуть из нашей жизни. То есть, Святой Дух, допустим, может вас обличать в том, что вы с кем-то поругались, вели себя грубо, обидели человека. Вот это будет обличение, исходящее от Святого Духа. Какое-то неопределенное тоскливое чувство, что вот я не знаю, что не в порядке, но я испытываю какую-то тоску, уныние, сомнение в благости Божией, это не обличение от Бога. Это, наоборот, исходит с противной стороны, потому что цель Бога не в том, чтобы нас приводить в уныние и отчаяние, но в том, чтобы побудить нас к покаянию в конкретном грехе. Если сердце наше осуждает нас, то кальми пачу Бог, потому что Бог больше в сердце нашего и знает все. Бог больше нас самих, Бог любит нас больше, чем мы сами себя любим, и эти слова апостола, они нас в этом отношении ободряют. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, то есть дерзновение в молитве. Заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына и во Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. То есть истинная вера, она всегда проявляется в любви, в любви друг к другу, в любви к церкви. И надо отметить, что все заповеди обращены именно ко мне. Вот иногда люди, это можно видеть часто в сетях, люди начинают ругать других христиан за несоответствие с заповедем. А почему вот другие христиане не любят друг друга, как Христос заповедовал? Почему они такие и сякие? Ну это вообще не в нашей власти контролировать поведение других людей. Мы можем исправить положение дел только в отношении одного человека, вот меня самого. И я должен не ожидать любви от других людей, но любить самому. Любить, терпеть и снисходить к их недостаткам, поскольку я и сам недостатки имею. Ну мы продолжим читать первое послание Иоанна. У нас зайдет речь о четвертой главе. А пока мы завершаем беседу, которую представляет библейский портал Exeget.ru.